всем привет сегодня мы будем рассматривать ассеты августа у нас как обычно 5 штук и давайте посмотрим на них первое это у нас стилизованный набор на нитово подземелье сейчас мы быстренько все взглянем в общем здесь модельки второй это у нас модульный азиатский средневековый город это у нас тоже модельки все скажем составное третье также модельки у нас пакет я не знаю как это перевести под город или под городом подземелья и какой-то порлевант это наверное страна чудес возможно так переводится в общем тоже модели двух городов тоже посмотрим да будем открывать 4 это у нас скелет модульный скелет рыцаря составляется из различных деталей имеет несколько видов тоже взглянем что из себя это составляет ну и 5 это rpg набор шаблон из которого вы можете сделать свою rpg честно говоря забегусь сразу как говорится в конец не особо качественная но принципе можно посмотреть как реализовано давайте начнем первый ассет на нитовое подземелье что он из себя представляет давайте посмотрим запуская здесь это на нитное подземелье и как видите у нас очень высокая сетка да то есть высоко детально я думаю что большую на нитное подземелье такое не особо будет использоваться что у нас о шейдерам вроде все отлично но естественно какие-то прозрачные части виде огня имеет красный цвет здесь вроде все симпатично такой дизайн своеобразный стиль классно выглядит в общем здесь все понятно перейдем ко второму ассету модульный азиатский средневековый город выглядит очень симпатично в домах в принципе можно тоже что-то составлять да то есть естественно все модульное двухсторонние так башни у нас есть конечно проблемные башни потому что они их зайти нормально нельзя так чуть подвагивает небольшие лодки фонари и вот такие дома симпатно по внешнему состоянии выглядит конечно как будто это лоу поле стиль такой но и с небольшими уточнениями кстати но если взглянуть на сетку давайте с глянем саму сеточку она у нас вот такая да то есть я бы не сказал что это прям лоу поле стиль все очень качественно сделано то есть если вот так внутри полетать в каждом доме какие то есть предметы в виде ящиков столов каких то элементов и некоторого оружия по шейдерам у нас как-то немножко сложновато если вы видите я направил вот легкая часть это уже близко к красной то есть близко к плохой чем к хорошей то есть с материалами есть небольшие проблемы но все материалы в принципе в одном состоянии в середине в общем смотрите если вам интересно забирайте перейдем к третьему ассету так я и сказал 3 ассет состоит из двух городов это первый так называемый подгород здесь у нас вот такие вот такие вот дома которых ничего в принципе нету зайти невозможно это ассет практически никчемный чисто что-то поставить здесь какой-то cinematic сделать если только лишь это не совсем качественный что у нас здесь по сетке в принципе небольшой такой и что у нас по шейдерам сейчас прогрузится по шейдерам отлично перейдем ко второму городу этого третьего ассета второй город из третьего ассета это так называемая страна чудес здесь имеется вот такой вот мост для гномов наверное и типа дома все это составлено честно говоря ну как и первый город все на скорую руку чисто как задники пойдут ну а так вообще бессмысленный ассет посмотрим что у нас по сетке очень сеточные слишком ну из-за того что они такие более плавные им пришлось подать вот слишком много полигонов на этих изгибах ну и здесь у нас красным landscape из-за того что там применяется на наложение текстур ну и естественно какая-то вода деревья нормальные для деревьев и здания естественно тоже нормальные это часть воды очень похоже на воду но не совсем перейдем к четвертому ассету скелету вот и он здесь у нас как видите различные стили рыцаря арбалет щит меч разные виды щитов копье это молоток какой-то длинный меч и в общем и каждый персонаж состоит из отдельной части ну и так же элементы тоже есть отдельные что у нас по сетке по сетке как видите ну в принципе для персонажа отлично то есть можно его разделить до скелета прямо до скелета почему его здесь показали не знаю не показали точнее ну и у нас по шейдерам данного персонажа в среднем нормально для персонажа это хорошо и последний ассет rpg шабон у нас имеется меню в котором есть загрузка старт новой игры настройки здесь можно посмотреть что мы настраиваем здесь разрешение также имеется размер шрифтов цвет то есть как видите можно перенастроить здесь интенсивность в общем все стандартно почему-то unset возможно была подготовка на четвертой версии и на пятой она уже нормально не отрабатывает либо человек не доделал так давайте нажмем старт очень страшно когда он появляется голый но потом одевается здесь в общем у нас такой вот персонажик когда поворачивается чуть-чуть перебирает ногами отлично это у нас конь здесь у нас боев на раз я за счет то есть здесь иногда защита почему-то не отрабатывает хотя нажимал защищать имеется дома с небольшим убранством которые естественно зайти нельзя имеется какое-то меню давайте посмотрим инвентарь здесь у нас все значения персонажа также имеется крафтинг и опция можно зайти здесь все даже и пояснение что у нас имеется а мы скрафт или получается или же нет не помню как это переводится так давайте выйдем вышел он к сожалению полностью окей здесь есть также общение с персонажами мышка у нас не двигается и потом появляется выбор ответа также можно сесть на лошадь управляется мышкой нажимается кнопочка вперед и в общем так все происходит так же ученики у нас скорее все тоже будет нагреться сверху как видите есть компас которая нам позволяет идти на определенные точки но давайте поскачем вон на ту ёлку здесь ёлки нет так z лазим с лошади но также можно общаться почему-то коллизия коллизия не отрабатывает это видимо босик я победил босса ну и как видите вот так же имеется сверху компас который нам указывает куда мы пришли здесь вот тоже противник использует магию но я ему не дал ее использовать а на этом все пишите в комментариях какой вам из этих ассетов больше понравился для меня это средневековый азиатский город скелет рыцаря ну и принципе вот этот я тоже могу посмотреть какие-то механики может быть что-то интересное найдется до скорой встречи всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...